Я считаю, что речь была совершенно прекрасна, и это не только мое мнение. Популярность этой речи просто зашкаливает. Я ее опубликовала у себя на телеграм-канале, и не в последнюю очередь в связи с тем, что из Украины ее не видно. Абсолютно на всех ресурсах она была забанена с Украины. И люди стали говорить, ну вот мы не можем ее прослушать. Говорят, что отличная речь, и я ее опубликовала. Огромное количество просмотров, огромная популярность. То есть было сказано именно то, что мы все хотели услышать в этот день. И особенно понравилось, что было сказано в адрес наших уважаемых западных партнеров, которые действительно слегка попутали берега. Они окончательно закинули чипят за мельницу, как говорится в старинной немецкой пословице. Они полностью вышли из берегов. Они действительно все забыли за 80 лет. И настало время им это напомнить. И я уже неоднократно говорила, что именно массовое участие всех постсоветских людей в акциях бессмертного полка во всех городах мира говорит о том, что Высоцкий был прав. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие как часовые. И мы в этом все убедились вот в этот день 9 мая. Лично у меня вообще никаких сомнений не было, что мы победим. И после этого 9 мая эти сомнения исчезли у огромного количества людей, которые почувствовали свое единение. Они увидели это людское море, которое вышло на бессмертный полк. Вышло против коллективного запада, чтобы показать, что далеко им до нас. Никогда в жизни у них такого единения не будет. Они просто наглые, жадные барыги, которые всю жизнь паразитировали за нас счет, считали нас лунтерменшами и опять пришли на нашу землю, забыв, что мы с ними сделали в 45-м. Что с ними сделали наши великие предки, которых мы постараемся не посранить. С их же помощью. Это наглючая, лицемерная морда, объевшаяся антидругина. Они нам рассказывают о демократии, о правах человека, о чем-то там еще. Какая у них демократия, о чем они говорят, о каких правах человека они говорят. Особенно лицемерно звучит их высказывание о свободе слова. Да у них там слова нельзя сказать вообще ни о чем. Я самый толерантный человек в мире, я самый бескомпромиссный интернационалист на свете. И YouTube снес мне два канала за нетолерантность. Вы, мои котики, кого же я там дискриминировала, кроме олигархов, зажравшихся, которые настолько обезумели со своими офшорами, со своим желанием жить за чужой счет, снова превратить нас в интерменши, завоевать нас и покорить. Да, к ним я не толерантна. Так, а где же ваше свободное слово, дорогие товарищи? Где ваша демократия? Если людям не дают выходить и выражать свою позицию, людям запрещают ленточки гвардейские, людям запрещают подойти к памятнику, посмотрите, что они вытворили в Риге. Это же просто позорище смести цветы бульдозеров. И тут люди не выдержали. Вот сколько говорили, что Прибалтика все полностью загнана под плинтус, что там люди все уже не способны ничего сказать. Посмотрите, мы все сейчас Рига, мы все гордимся этими людьми, которые вышли и показали своим продажным элиткам, что они такие и принесли цветы. И это только начало, я уверю, противостояния по всему миру. Если уж Латвии, если уж Латыши так вот отреагировали на эту наглость, беспредельную борзость за попрание наших святынь, я думаю, что в других странах народ тоже не остановится. Это начало, конца коллективного Запада. И их человеконенавистнической, людоедской концепции. Я думаю, что они просто придуривались, они лицемерили на ненберском процессе. Они уже тогда вынашивали реваншистские планы. У них получилось развалить наш союз. А то привыкли, когда Евросоюз объединяется, то это хорошо, это дружба народов. А когда объединяются постсоветские народы, это плохо. Вот давайте их строить друг с другом, давайте насадим им одолтелый национализм, давайте рассказывать вот эти сказки об измерении черепов в 21-м веке. Мы не обнагрели ли, уважаемые наши западные партнеры? Давайте-ка прекращайте ездить и другим такими порциями и поговорим по сути, кто тут прав, а кто нет. Спойлер, правы мы. Сразу скажу, что Шевченко употреблял и в Украине, и на Украине. Поэтому даже по этому поводу кто-то умудряется пытаться нас ссорить. Друзья, говорите как хотите. Хотите на, у Шевченко, если вам не авторитет, то не знаю, что я сказать. Не упускают ни такого вообще, ни даже малейшего повода нас поссорить, нас разобщить. Понятно, для чего они это делают. У всех наших славянских народов несколько народов поссорятся, что будут нам кивать коллегши быты. Вот они хотят, чтобы мы об этом забыли. Они хотят передушить нас поодиночке. И кое-каких успехов они, конечно же, добились. Они добились огромного успеха с нашим госпереворотом. Они добились успеха на Майдане. Они умудрились уничтожить украинскую государственность полностью, тотально. И превратить Украину в нацистские саварейки. Колониальное квази-государственное образование под полным и абсолютным управлением коллективного Запада. Точно так же сейчас-то, собственно говоря, воюют Пентагон и НАТО. Они глаза и уши армии. Они оружие армии. Они зазомбировали обычных граждан Украины, которые почему-то перепутали с АЛРЭЙ с Украиной. И они как зомби воюют, как солдатики Пентагона и НАТО. Вот для этого это все и было сделано. Но потом, после успеха на Майдане, случились в Гонконге, Венесуэла, а главное Белоруссия, где их постигла жесточайшая древесная обламинка. Не в последнюю очередь потому, что люди начинают потихоньку учиться противостоять технологиям цветных революций. Понятно, что после нашего-то опыта белорусы как бы все поняли. И до сих пор еще ходят слухи, что непонятно, специально ли Россия делала вид, что поддерживая там Бабалика и прочих пожилителей, чтобы еще круче заманить коллективный Запад в эту ловушку. Потому что проиграв Белоруссии, они, как оказалось, не имели никакого плана Б. Боже, какая печаль! И оказывается, что после того, как в Белоруссии цветная революция провалилась, у Запада планов нет. Вернее, остался единственный план. Натронить Саларейх на Россию. И Саларейх начал уничтожать, буквально сносить с лица земли ЛДНР. И в России оставался только один выход. Или опозориться во веки вечные, предав своих людей на Донбассе, или вступиться за них. До последнего все боялись. Ну, мало ли что там может быть, а вдруг Россия все-таки решится не вступаться. Но получилось, как получилось. И теперь они, ах, как же так? Вот, оказывается, Россия пошла войной на Украину. Нет, ребята, это вы 8 лет назад пошли войной на нас, на всех. Просто начали с Украины. И не надо нам теперь тут рассказывать, кто на кого напал. Это вы на нас напали. Это Голланд раздавала печеньки на Майдане. Вовсе не будет. Не надо наводить день на плетень. Ну, китайцы прямым текстом говорят, что Запад использует Украину как таран против России, и чтобы нанести максимально возможный ущерб. И это абсолютно чистая правда. И с этим согласны все, кто не находится в орбите коллективного Запада. С этим согласны Китай, Индия, весь арабский мир, Африка. Потому что это просто чистая и незамутненная правда, которую не могут отрицать даже все западные пропагандисты вместе взяты. Сложно отрицать очевидное, хотя они и пытаются. Зеленский это главный зомби Пентагона и НАТО. Если вот те, кто реально воюют, эти несчастные солдаты, они просто мелкие зомби этих замечательных миролюбивых структур, как они себя называют, то Зеленский это главный зомби. И он делает только то, что ему велит делать коллективный Запад. У нас в телеграм-каналах уже прямым текстом пишут, что даже заложные и руководство ВСУ были против этой смертоубийственной операции в попытке отбить змеиный. Но Делебобусам и Бритам, которые и заставили их делать эту операцию, очень надо разблокировать вывоз пшеницы из Украины. И прочего всего, что они собираются у нас украсть напоследок. Понятно, что победа будет за нами, в этом нет никаких сомнений. Но им надо как можно больше украсть. Они прямо говорят, что вот мы хотим вывезти всю оставшуюся пшеницу, хотя уже ходят случаи, что никакой пшеницы, собственно, нет. Осталась только фуражная. Вот это как бы открытая информация. Ну, я думаю, что они мечтают по максимуму вывезти все. Возможно, даже дойдут до попыток вывоза чернозема, как в старые добрые времена, все как 80 лет назад. То есть вся эта смертоубийственная операция была затеяна только для того, чтобы побольше украсть из Украины. А как будут жить люди дальше, после того, как отсюда вывезут абсолютно все продовольствие, естественно, коллективный запад не волнует. У них, вон, постоянно голод. Там, сям, где угодно, в разных странах. Правильно сказал Лукашенко? Как же там ваша помощь Африке и прочим слаборазвитым странам? Вы на этой помощи просто распиливаете бюджеты, а до людей не доходит ничего. Вот и сейчас они все вывезут с Украины, если у них получится, если им удастся. Я очень надеюсь, что нет. А потом они заламывая руки, будут говорить позже, какая трагедия, в Украине кушать нечего. А мы-ка попилим еще раз бюджеты на помощь несчастной Украине. Радость-то какая. Вот это вот вся их суть, лицемерная и подлая. Жить за чужой счет и при этом пиариться, какие они благодетели. Ну их давно уже все раскусили. И я не удивлена, что вот я сейчас живу в Египте, все местные за Россию говорят, скорее бы рухнули штаты. Скорее бы. Мы ждем, не дождемся. Мы их ненавидим. Это надо умудриться. Вызвать как себе такую всеобщую ненависть во всем мире. Среди всех, среди народов, которых они покорили, за них только элитки и военная сила. Но мы все надеемся, что скоро они рухнут тотально. И в этот раз их надо будет добить. Я думаю, что более чем реально. Эти удавки уже выдирают от своих шей масса стран и народов. Их уже никто особо не боится. Китай их просто посылает и тролит в соцсетях. Даже вон ребята из Саудовской Аравии отказываются общаться. Страны ОПЕК отказались просто повышать уровень добычи нефти, чтобы спасти коллективный Запад после санкций, объявленных в России. Потихоньку, потихоньку, полегоньку этот морок спадает со всего мира. И все с нетерпением ждут грандиознейшей зарубы, которая будет в ноябре между республиканцами и демократами. Когда демократы по всем абсолютно опросам потеряют власть. У них останется только Джоид Геймер, хромая утка. И все говорят, что да, там будет такой трэш, который они всю жизнь насаживали по всему миру. И вот наконец-то к ним долетит бумеран. Думаю, что да, примерно в ноябре, на этих всех американских выборах, до выборов, все примерно и решится. Но если и не решится, то наступит зривый для всех перелог. Поэтому мы все верим, что будут американские элиты наказаны жестоко, а особенно их военно-промышленный конкурс. Весь мир замер в ожидании. Все держат за них кулаки. Все им желают, наконец-то, чтобы этот бумеранг пролетел по всем штатам и ударил по всем головам, которые повинны в развязанных войнах за все последние десятилетия, за издевательство над всем миром, за попытку навязать свою гегемонию, которая уже дает сбои. Бывает, ничего не бывает вечного.